Всем привет, ребят! С вами Феркадельич! И начну это видео с того, что попрошу вас поставить на паузу и написать комментарий, сколько вы думаете понадобится патронов на уничтожение УАЗика и Дачи. И будет ли это одинаковое количество патронов. Какие весы предпочитаете вы на М416 и Скорель? Итак, начинаем! Покажу я вам в этом видео две автоматические винтов. Это М416 и Скорель. М416 немецкий автомат адаптирован под американскую систему R-15. М416 штурмовая винтовка патрона 5,56 НАТО разработана на базе Кольт М4 в 2004. Скорель боевая штурмовая винтовка сил специальных назначений разработана американской бельгийской компанией. Скорель автомат калибра 5,56 предназначена для замены устаревших моделей таких как М4 и М16. Это немного про оружие. Я думаю хватит. Мы отправляемся на режим тренировки. Режим тренировки это то место, где вы можете протестировать абсолютно любое оружие. Так, разберем на примере все виды рукояток. Я буду ставить все рукоятки по очереди без всякой стабилизации мышкой и нажимать на выстрел. Первое на очереди это М416. Первое выстрелы я буду производить без какой-либо рукоятки. Угловое цевьё очень сильно снижает горизонтальную отдачу. Ускоряет переход в режим прицеливания. При этом делает ствол менее устойчивым. Вертикальное цевьё почти полностью убирает горизонтальную отдачу. Уменьшает разброс пуль на 20%. Уменьшает вертикальную отдачу на 15%. Упор для большого пальца. Чуть-чуть убирает вертикальную отдачу. Хорошо стабилизирует после стрельбы. А также значительно ускоряет переход в режим прицеливания. Уменьшенная рукоятка. Корректирует горизонтальное вертикальное рыскание ствола. Улучшает время прицеливания. При этом нарушает устойчивость при стрельбе. Легкая рукоятка. Повышает устойчивость оружия. При этом увеличивает время выравнивания оружия после выстрела. Итак, вы видите результат. По-вашему, какая самая лучшая рукоятка для М416? Мой ответ будет в комментарии. Пришла очередь Скорель. Выстрелы будем производить абсолютно так же. Будем заряжать по три обоймы и делать с каждой рукояткой по три обоймы выстрелов. Первые выстрелы идут только с компенсатором без какой-либо рукоятки. Первое у нас так же это угловое цевьё. Заряжаем обойму и делаем выстрел. А это вертикальное цевьё. Поехали! На очереди упор для большого пальца. Смотрим. Очередь уменьшенной рукоятки. Смотрим. Ну и лёгкая рукоятка. Поехали! И вот вы видите результаты. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я своё мнение напишу в комментарии. И вот пришло время самого вкусного. Давайте мы проверим, сколько нужно выстрелов в УАЗик, чтобы он взорвался. Также сколько выстрелов понадобится, чтобы взорвать дачу. И будет ли это одинаковое количество выстрелов. Проверяем. А теперь на очереди дача. Берём дачу. Ставим её на то же место. Заряжаем ММ-416 и стреляем. УАЗику понадобилось до его уничтожения 49 патронов. Отдачу мы уничтожили за 44 выстрела. Ребят, напишите в комментарии, какие ставите рукоятки вы на эти два оружия. Проверить ли какие-нибудь другие машины до полного их уничтожения. А с вами был Четырёхпалый Фрикаделич. Держи четвертак, мудак. Дач!